Всем привет! Меня зовут Аня, и я попыталась воссоздать такую мрачную, хэллоуинскую, но при этом уютную атмосферу. Я надеюсь, что с освещением в этом видео будет все не очень плохо, потому что если получится какая-нибудь фигня, то мне будет очень обидно. Я взяла какао, вы можете тоже себе что-то вкусное взять, и давайте начнем это видео. Сегодня я буду делать образ на хэллоуин. Если вы смотрели видео, где я красила себе волосы в блонд, то вы могли видеть, как там в одном кадре я напомнила себе же самой Драко Малфе. И это, кстати, было до того, как это стало мейнстримом, до того, как в ТикТоке появилась сторона Драко и все такое. Я как-то недавно проводила эфир, где спросила, ребята, а как вы думаете, какой образ я могу сделать на хэллоуин? Может быть, у вас есть какие-то идеи? И мне ребята написали в чат про Драко Малфе, и я такая, блин, а это реально как вариант? А почему бы реально не сделать образ Драко? К тому же сейчас он довольно популярный, поэтому я думаю, что это в тему. Я предлагаю нам начинать. Смотрите, какую красивую резинку я нашла у мамы. Мне также рекомендовали попробовать повторить образ Сабрины из «Леденящие душу приключения Сабрины». Если вы хотите, чтобы я повторила и этот образ, то дайте мне знать в комментариях. Я надеюсь, что фокус на месте. Я поменяла объектив, теперь я ближе, фон более размытый. Сразу хочу сказать дисклеймер. Я не какой-то профессиональный мейкап-артист. Я не умею краситься, и я не воссоздам точную копию Драко Малфе, и не факт, что я вообще буду похожа именно лицом в конце на него. Я хочу повторить образ, попробовать повторить образ. Это важно. Драко довольно светлый и бледный, поэтому я сделаю свою кожу еще светлее. У меня есть консилер, который светлее, чем мой оттенок кожи, потому что я загорела. И я нанесу его на все лицо. Я знаю, что, скорее всего, так делать неправильно. Точнее, не скорее всего, так не делается. Но у меня нету тона. Еще я не взяла никакой спонж, вообще ничего. На шею тоже наношу. В принципе, я вообще не знаю, отличается ли чем-то консилер от тональника. И я всегда задавалась этим вопросом, потому что вот я сейчас размазываю, и это как бы по сути своей ничем особо и не отличается от тоналки. Уже мое лицо стало довольно бледным. Так, вроде как готово. У него такие довольно прямые темные брови, которые начинаются вот примерно как мои натуральные, где-то вот отсюда. Сейчас будем пробовать. Я проходила тест на Поттер-Море. Мне он выдал, что я в Гриффиндоре. Хотя я себя бы больше отнесла к Хаффлпаффу, то есть к Пуффиндую. Если хотите помочь в продвижении этого видео, то вы можете поставить лайк или дизлайк и написать комментарий. Если вы не знаете, что написать по теме видео, то можете написать в комментариях, кто ваш любимый герой из Гарри Поттера. Когда я была маленькая и смотрела Гарри Поттера, любимым персонажем была Полумна. Я даже не знаю почему. А если рассуждать в своем нынешнем, уже более сознательном возрасте, кто мой любимый персонаж из Гарри Поттера, то я даже не знаю. Возможно, мне стоит его пересмотреть. Ну, в принципе, вроде как. Что-то похожее на брови Малфы у нас есть. Забавный факт в том, что это, по-моему, первый мой раз, когда я пытаюсь повторить образ парня. В фокусе я или нет? Скажите, пожалуйста, что да. Следующий шаг. Я хочу выделить глаза, затемнить немного сверху и сделать небольшие мешочки, потому что у Драко глаза выделяются. У нас сейчас как-то макияж из Малфы, плавный пересчет в азиатский макияж. Shine on the belly potter. Стал ли у меня более глубоко посаженный взгляд? Или это выглядит как один огромный фингал? У Драко намного более, как это сказать, более овальное лицо, чем у меня, потому что у меня оно довольно круглое. Поэтому я хочу попробовать сделать контуринг. Я никогда не делала... Спасибо. Я никогда не делала контуринг, и все, надо попробовать впервые. Я не знаю, какой кисточкой это вообще делать. Давайте попробуем вот этой, потому что она такая большая. Выглядит как то, чем можно сделать контуринг. По-моему, ничего не набралось, и ничего не поменялось. Изменилось ли хоть что-то? I don't know. Я предлагаю сделать прическу, одеться, и все. Я буду повторять раннего Малфы. В первых частях у него волосы были просто зализаны назад. И так как я не могу сделать себе стрижку в данный момент, я сделаю, в общем, как у него было раньше. У меня нет геля для волос, которым обычно их зализывают назад. Поэтому я их просто максимально уберу туда и, наверное, использую лак. Я думаю, стоит взять лак, а еще включить свет, потому что вам ничего не видно. Кстати, возможно, какая-то схожесть есть, но я не уверена. Боже, я в последний раз пользовалась лаком очень давно, и у меня с лаком ассоциация, когда вы идете на какой-нибудь утренник. Как же это воняет! Хоть немножко похоже или нет? Итак, одежда. У меня хоть немного напоминает зеленый вот этот вот худи. И это нам не подходит, потому что форма в Гриффиндоре... Ой, в Гриффиндоре, господи. В Хогвартсе это явно не толстовки. Поэтому мне пришлось попросить у Маши свитер зеленый. Мне кажется, отлично подходит под слизерин. Сейчас я надену его поверх рубашки. Нужно будет снять микрофон. Вот такой вот финальный образ. Честно, я не знаю, насколько у меня хорошо получилось. Получилось ли вообще? Ну, отдаленно как бы напоминает. Знаете, если прищуриться и разблюрить, то как бы образ Малфоя. Я Малфой. Драко Малфой. Знаменитый Гарри Поттер. Не успел зайти в лавку, тут же попал в газету. Твоего мнения никто не спрашивал. Поганая грязнокровка. Учишься балету, Поттер? Поттер. Говорят, ты раскис. Без сознания упал. Соткнись, Поттер. Trying on the belly, Поттер? В общем, ребята, вот такой вот получился финальный образ. Я не знаю, зачем я тут машу этой кисточкой, которая палочка. В целом, я довольна. Наверное, получилось очень короткое видео и немного странное. Очень странное, если быть точнее. Я пойду запишу пару тиктоков. Ребят, спасибо за просмотр. Если хотите, чтобы я сделала образ Сабрины, то дайте мне знать об этом в комментариях. Обязательно оцените это видео лайком или дизлайком. Можете поделиться им с друзьями. Спасибо вам большое за просмотр. Пойду снимать тиктоки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok